Культура будет финансироваться по патруксу муниципальным образованием, она будет заложена в бюджет. Мы еще не знаем бюджет на остальные, на 22-й, на 23-й. Мое мнение, что полномочия по культуре, по патруксу муниципальным образованием, должны передавать каждым годом. Мы будем смотреть, как идет динамика развития культуры по патруксу муниципального образования. Потому что, как бы, мое мнение, что культурная программа вся будет опять финансироваться из бюджета по патруксу муниципального образования. Дополнительных средств на развитие, я понимаю, по патруксу муниципального образования в плане культуры не выделяется дополнительно. Или будет выделяться. Есть и предложение Дмитрия Александровича на год. У нас сейчас очень много программ, которые именно по культуре идут, по восстановлению домов культуры. Если передача полномочий происходит на год, то как можно составить программу эту и потом дальше подавать весь пакет документов? Потому что это же заявки тут нужно заранее, а если мы передаем на год, потом возникнут вот эти вот непонятки, и дальше получится, что вообще выпадем из программы. Речь идет о том, что юридически значимые документы по итогам будет все равно соглашение. То есть со своей стороны собрание дает на три года, представитель органов бухлотропа будет давать на год. По итогу обе стороны при заключении соглашения определяют срок. То есть если его будет год, это не будет, ничего противоречит. Просто в дальнейшем. На следующий год администрация не будет выходить в собрание, а сможет просто заключить его в соглашении. Уже РХОСы с данным решили. Цель передачи полномочий, допустим, от Бухлотропского на уровень районов и плюсы, и минусы. Как бы мы осторожно к этому относимся, потому что, на мой взгляд, вот, как бы, ну, опять же, я это поверхностно сейчас очень плотно не изучим. Получается такая ситуация, что выигрыш, допустим, Бухлотропского национального образования, я, честно говоря, на первый взгляд не вижу. Почему не вижу? Потому что финансирование будет происходить все равно с бюджетом поселения, это первое. Второе, если говорить, допустим, о качестве услуг, там, и так далее, ну, у нас культура, она не высших достижений, а чтобы больше людей пришло, и, как бы, это самое. Опять же, кадры будут те же самые, другие-то сложно найти на места. Это первое. Если, допустим, была бы такая ситуация, что вот он дает, грубо говоря, 12 миллионов, а мы в районном бюджете предусмотрели еще 12, например, и тогда, да, действительно, техническая база улучшилась, ну, что еще остается? Ну, методисты, если приедут, ну, опять, как нам сказали, вот, на одном из совещаний, что в районе не предусмотрено дополнительных средств на работу тех же методистов, которые будут в Бухлотропском муниципальном образовании. Где плюсы, какие минусы, там, как-то, хотелось бы понять. Будет единый подход ко всей отрасли культуры Балаковского муниципального района, к формированию и нормативной базы, а это немаловажно, к формированию утверждения муниципального задания, это немаловажно для утверждения, для работы учреждений. И, конечно же, в формировании кадровой политики. Вот вы сказали, что с кадрами сложно, да, действительно, с кадрами насилие сложно, и какого-то быстрого кардинального изменения, может быть, в ближайшее время не произойдет. Но, когда в учреждения культуры принимаются люди, мягко говоря, имеющие отдаленное представление о том, как должно работать бюджетное учреждение культуры, это усложняет работу в целом всего учреждения, ну, и как следствие, и отрасли тоже. Это что, вас заставляет, что ли, передать полномочию? У нас приняли депутаты. Ну, депутаты. Ну, депутаты. Депутаты приняли решение, значит, культуры видели в этом неоправильность. Вот все аргументы положительные, ну, как бы, я их вот, Людмила Михайловна, их назвала, в чем положительные результаты. Потом я не вижу никакой трагедии в том, что мы передаем это полномочию решением собрания на три года. Договор заключается в соглашении на один год. По этому году есть возможность сравнить, как работает Бакватрокское муниципальное образование, как работает Натальинское муниципальное образование в области культуры, сделать соответствующие выводы, ну, и изменить это соглашение, либо его пролонгировать, его бы на следующий год не подписано. Хорошо, давайте. У меня предложение, Людмила Михайловна. Вот Людмила Михайловна, жала основные, как бы, направления деятельности, да, что улучшится. Это общие слова. Подготовка кадров, там, это улучшится, это улучшится. Ну, действительно, у муниципальных образований есть очень много вопросов. Поэтому вы составьте программу. Каким образом, да, кадры, извините, хватает. А каким образом вы будете привлекать эти кадры? Что вы им предложите? Сейчас правильно там работают люди, которые проживают в этих селах. Из города никто туда не поедет. И поэтому эта фраза, мы обеспечим вас кадрами, она пока, как бы, непонятна всем. Поэтому вам нужно составить программу ваших действий, каким образом вы будете организовывать эту работу. И вот эти плюсы, которые вы называли, как они действительно, эту цель мы достигли. Тогда, может быть, и натальницы подумают. А то сейчас вопросов-то много, вопрос очень сырой. Но это как пилотный проект получается. Сейчас мы на Абыково-Тровском муниципальном образовании отработаем. И вот в ходе этой работы вам надо все-таки составить программу.